Раз-раз. Друзья, привет! Привет всем, кто будет смотреть это видео. Зовут меня Ковалёва Юлия. Это видео я хочу записать оперативно, пока ребёнок спит, вот так в парке, поэтому прошу прощения за качество. Надеюсь, звук будет слышен. Вот так, микрофон. Значит, это видео о разводе с психопатом, о войне с психопатом, весь свой опыт. Я так скомпилировала, написала в подготовке к этому видео тезисы и попробую сделать некое такое ресурсное видео для тех, кто пребывает в остром периоде развода, ухода или только подумывает об этом и к этому готовится. Ну, по крайней мере, для тех людей, кто осознал, что отношения, в общем, бесперспективны, что рядом находится человек неадекватный, что с ним будет не только не будет счастья, но и потеря энергии будет колоссальная, и никогда это не закончится. Поэтому спешу поздравить. Если вы признали, что вы находитесь в отношениях с психопатом и нужно уходить, и приняли решение уходить, вы сделали большой первый шаг к своему освобождению и к своему счастью, я так считаю. Потому что из состояния жертвы можно выйти на психологическое здоровье, вы находитесь, вы имеете, как скажем, ваш опыт тяжелый, вот, но у вас есть все шансы действительно стать счастливым человеком, избавившись от этого кошмара. Итак, немножко о себе, немножко о своей ситуации. Ну, у меня война, война длилась порядка трех лет где-то, с 13-го года мы развелись, я прошла очень-очень много судебных заседаний, то есть вот сама бракоразводная именно в судах война длилась порядка трех лет, может быть, даже чуть больше. Уже три года я живу вдалеке, вот, то есть опыт в судах, это и много судов по алиментам, по имуществу, война за ребенка, и ребенка он забрал. То есть вот это самое такое главное, главный мой опыт, да, которым, ну, я не буду об этом, как бы говорить в этом видео, я лучше адресую всех, в общем, много интересного, я в ссылках дам в описании, поэтому по просмотру этого видео, пожалуйста, загляните в описание, там будет и полезные ссылки, и в том числе мои закрытые видео дневникового плана, где, ну, чтобы я сейчас не останавливалась. Итак, что мы имеем на входе, да, то есть что, что, с какими чувствами сталкивается человек, кто принял решение уходить? Это прежде всего страх, то есть именно страх останавливает в разрыве этих отношений. Страх, страх, собственно, как нами манипулируют? Нами манипулируют на страхе и на чувстве вины. Вот, то есть если вы, например, чувствуете вот такие вот, думаете о том, ну, как же так, я же не могу вот так вот взять и бросить, он же тоже человек, там, страдающий, там, какие-то чувства, что так нельзя, это непорядочно так поступить. Вот. Поздравляю вас, вы, как и все мы, жертвы психопатов, чувствуете вину. Но тут нужно что понимать? Тут нужно понимать, что должны вы только себе и прежде всего себе, даже не ребёнку и никому там вокруг, и уж тем более не ему или ей, а только себе. Ну и что вами манипулируют? Вот это вот надо осознать и принять, что вы на войне. Вот, в моём случае я, ну, как я считаю, два шага проиграла, только потому, что я долго не могла поверить, что война уже началась. Вот, а я всё думала, что я не могу, как бы, подать на развод во время того, как он будет в море. Вот, то есть я была слишком порядочная, и из-за этого, как бы, вот так. Однако, однако, я вот так вот смотрю по, ну, вот люди пишут свои истории, да, и я смотрю, что все задумаются над планом побега. На самом деле план побега должен быть спланирован, потому что в лоб воевать с психопатом очень тяжело. То есть вот этот открытый бой, ну, в моём случае... Ну, женщина всегда будет, например, физически будет уступать мужчине. Вот. Потом психопат обычно очень агрессивен, его ярость не имеет предела, и он идёт на такие вещи, которые, на которые вы, допустим, не сможете пойти. Именно поэтому планированный побег, наверное, это, пожалуй, пожалуй, правильный выход. Вот, то есть вот такие техники, например, которые советуют психологи, а я дам ссылки, как продержаться временно, да, с психопатом, они подойдут именно для некого такого временного, временного характера, для того, чтобы собраться и рвануть, потому что рвануть желательно далеко. Психопат не оставит вас после развода в покое, будьте в этом уверены. В моём случае он не хотел, чтобы был раздел имущества, например, чтобы можно было распорядиться, да. Я очень хотел, чтобы это всё было, ну, то есть психопат заинтересован в том, чтобы связи у вас с ним оставалось как можно больше. Вот, ну и сразу, как бы, хочется сказать про мою ситуацию с ребёнком, да, почему так получилось, почему долгая война, она не дала результат, хотя я так не считаю, что результата нет, результат есть. Ну, в первую очередь я спасала свою жизнь, потому что там уже дошло до того, что ты реально уже всё, теряешь себя. Второй момент, что это бультерьер, который, вцепившись в ребёнка, если он его ухватил, так скажем, плотно зубами, а в нашем случае он ребёнка ухватил плотно зубами, все мои попытки выдернуть ребёнка из его зубов, они вредили ребёнку, и, то есть, когда это длилось месяцы, 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 я приняла решение, что ребёнка нужно в этот острый период просто оставить, для того, чтобы вернуться с новыми силами, да, то есть, когда мы уходим от психопата, имеем возможность восстановиться, имеем возможность действительно ресурс свой, так скажем, засеять поле, получить уже какой-то урожай. У меня, в моём случае, это была новая семья, всё хорошо, то есть, новая жизнь, вот, и теперь я, в принципе, в ресурсе для того, чтобы строить новое отношение и с ребёнком, и, ну, короче, это тема отдельного видео, не буду отвлекаться. Давайте дальше, да, то есть, страх, как бороться со страхом, в котором мы находимся, вот, будучи в остром состоянии? Ну, у меня такое мнение, что страх — это ресурс в том числе, да, страх, если рассмотреть, например, животный мир, как реагирует животное на страх, что даёт страх? Страх — это выброс адреналина, это концентрация энергии, это реакция, выдаётся реакция человеком, и реакции у человека, у животного может быть три. Бей, беги, замри. Вот, вот это вот, например, замри, это как раз то, что я говорила, временное такое вот пребывание, замирание, да, то есть, как не отсвечивать, так скажем. Но страх — это наша энергия для того, чтобы убежать. Поэтому, если мы будем думать, вернее, всё внимание, все силы, весь этот страх, всю эту энергию, весь этот гнев вот этой несправедливости, да, то, что мы вот чувствуем, мы бросим на поиск решений, то, поверьте, встав на этот путь, у вас появятся и нужные люди, которые будут вам помогать, и новые знакомства, и какие-то возможности. И вы будете видеть, когда вы станете на этот путь ухода, вы будете видеть даже в какой-то степени знаки какие-то, которым действуете, доверьтесь своей интуиции, доверьтесь своему порыву вот этому, потому что жизнь сама вас будет вести, и поверьте, спустя много времени, да, у вас много сужрёт этой жизненных сил. Однако потом вы поймёте, что всё это было не зря, что всё будет хорошо, но сейчас вам нужны эти ресурсы. Дальше, что мы имеем ещё? Мы имеем тревогу, жуткую тревогу, которая, которая, если, допустим, вы уже разводитесь, да, он уже активно на вас наступает, он вас запугивает, он забирает, он действует совершенно беспринципно, то тревога, конечно, будет расти. Что мне помогло? Ну, мне, во-первых, помогло, что через какое-то время он ушёл в море, и у меня была возможность немножко отдышаться. Я нашла психолога, которая по совместительству была и психиатром, и она мне помогла медикаментозно, потому что у меня уже, так я думаю, был, как это называется, ну, короче, диагноз не будем, да, говорить, но главное, что в моём состоянии физически уже было просто не встать, и она мне помогла медикаментозно поддержать вот этот вот ресурс. Я смогла немножко как бы, ну, встать, по крайней мере, встать и действовать, вот так вот. А что помогло ещё мне, и что я, в общем-то, рекомендую? Ну, к адвокатам, к юридическому вот этому вот, большая такая тема, юридическая я ей отведу, да, прям отдельно, сейчас отдельно расскажу видео, но сейчас мне хочется сказать, что вам очень нужны помощники в виде друзей, в виде людей, к которым вы можете обратиться, с которыми вы можете поделиться, по крайней мере, поговорить, поплакаться в жилетку, потому что когда вы испытываете такую бурю эмоций, вам обязательно нужно их проживать, вам обязательно их нужно проговаривать. Вот это очень важно, потому что раньше я, это сейчас я как бы в психологии стала очень так глубоко увлекаться, и блог веду, и канал веду, и много-много смотрю. Вот, то есть сейчас действительно много информации, и эта информация реально помогает. Когда я в 2013 году, да, разводилась, этого всего не было, и приходилось рассчитывать на себя, но в моём случае мне помог мой будущий муж. Вот, потому что женщина, у которой такие жуткие предательства были, когда, то есть близкий человек, опрожили мы 10 лет, стал не просто ножи спину тебе как бы давать, но и ты понимаешь, что он работает на уничтожение тебя. Вот, в этом смысле ты просто инстинктивно ищешь человека, который может тебе хоть как-то этим ресурсом помочь. Вот, это всё нужно, поэтому стремите свой взгляд вокруг, друзья, говорите о ваших вот этих всех, о вашей войне, говорите, пожалуйста, вовне. Ни в коем случае не замыкайтесь, ни в коем случае. Используйте всех знакомых, говорите, не бойтесь обвинять его, говорить правду, пусть это будет ваша правда. Обязательно, обязательно боритесь за свою жизнь, за себя, потому что никто вам не поможет, если вы не будете во все колокола звонить. Вот, и плавно перехожу к такой практической, к практическому такому взгляду, да, вот непосредственно, прям по фактам. Значит, когда он стал забирать у меня ребёнка, он сделал очень просто, он просто забрал её и отрезал контакты. То есть он просто физически забрал ребёнка, ну, манипулируя, манипулируя, естественно, ребёнком. Вот, есть у меня видео дневниковое, и такое в закрытом доступе, но я в описании оставлю ссылочку. Значит, то есть его сила была в чём? Сила была в силе, вот, то есть он уж не знаю точно, но догадываюсь, как он манипулировал, да, ребёнком, но физически он её больше полгода просто ко мне не пускал. То есть он её забрал и стращал, чтобы она боялась матери. То есть он поселял в ребёнка страх, что мать – это враг. То есть вот таким вот образом манипуляция шла, и ребёнок действительно боялся, ну, а мать, какая мать будет в этом случае, ну, то есть его методиками я действовать просто не могу, потому что мне, для меня неприемлемы эти способы. То есть ещё раз это доказывает, что он не чурается никакими чёрными способами, даже для собственного ребёнка. То есть вы открываете глаза, это действительно так, этот человек, каким бы он ни представлял себя в глазах окружающих, да, он не белым был пушистым, он просто таким героем из себя. Он представляет себя героем, что его жена бросила, что он жертва этой всей ситуации, что он спасает ребёнка. То есть вот так вот это всё выглядело. На самом деле это было, конечно же, не так. Вот, и моя задача была тогда призвать все возможные службы опеки, прокуратуры, ментовки и так далее, для того, чтобы доказать, что он осуществляет над ребёнком эмоциональное и моральное и психологическое насилие, потому что это было именно так. И я все силы бросила на то, чтобы это доказывать, да. То есть, ну и переходим, да, к юридической такой практической составляющей. Значит, что вам будет помогать? Безусловно, огласка. Безусловно. Для меня уже стало понятно, что он боится огласки, вообще чего он боится, когда насилие в семье, а именно мордобое, я вынесла этот ссор из избы. То есть, если раньше это всё было за... Эти все скандалы были за закрытыми дверями, нам же очень стыдно об этом говорить. Конечно же, никто не знает, потому что это очень стыдно. Вот. И вот когда я первый раз пошла с заявлением в полицию, в милицию тогда, это была первая попытка бороться за себя. Далее я писала, закидывала просто заявлением службу опеку, которая у меня наложилась так, что случилась аннексия в 2014 году. И, кстати, всем рекомендую изучать самостоятельно, даже без адвокатов, изучать семейный кодекс. И в моём случае, значит, я знаю семейный кодекс украинский, и потом российский, да, мне пришлось изучать. И я скажу так, что насилие в семье, если в Украине ещё как-то мы могли бороться, как-то мы могли, то есть я могла довести это дело до суда, то в России шансов гораздо меньше. И гораздо меньше, что вам поможет служба опеки. Вот. То есть просто, когда после аннексии вот эта служба, эта организация переходила в состав России, они прямо так и говорят, так и сказали мне, что у нас уже нет тех полномочий, которые у нас были. А только суд, только суд. И когда я в моём случае, значит, я, ну я же говорю, война длилась несколько лет, поэтому я всё перепробовала. То есть если какие-то вопросы будут, пожалуйста, в личку мне пишите, я вам отвечу, все контакты оставлю, своим опытом поделюсь уже непосредственно. Да, вот если это какие-то конкретные вопросы. Ну вот в моём случае, например, я требовала регламента. То есть вначале он забирал ребёнка как? Вот просто приехал с моря, да, и забрал на всё лето. Без всяких принципов, без всяких договорённостей. То есть он сам так решил, он просто увёз её и так далее. То есть я требовала регламент. Болгода у меня потребовалось для того, чтобы регламент состоять на бумаге. И как оказалось, этот регламент, он этим регламентом, который сделали мы в опеке, он просто потёрся, так скажем, и ни одного дня этот регламент. Хотя в регламенте было прописано ровно половина времени. То есть это не то, что там воскресный папа, а прописаны были три дня в неделю с ночёвкой. Ему всё равно. То есть тут вот мы должны понимать, что ему нужен не хорошее отношение с вами, не хорошее отношение с ребёнком, не его отцовство, не его, а ему нужно мстить вам, жрать энергию и воевать. Потому что эти люди живут энергией войны. Они не наполняются внутри. Их тревога, их самооценка на самом деле, в общем расстройство личности настолько глубокое, что не нам с вами его лечить. Но вы должны понимать, что человек хочет, заинтересован в войне. Поэтому все мои попытки прекратить войну, договориться, компромисс найти, то есть даже когда я уступала, вот за имущество ему существенно уступило, так, ребёнок немножко просыпается, сейчас если что, я поеду и будет немножко трясти камеру. Ладно, буду потихоньку закануть. Просто хочется максимум дать, у меня люди спрашивают, и я действительно вот только сейчас имею возможность временную это записать. Ну, всё понятно, то есть вы должны понимать, что вы на войне, поэтому что вам поможет, вам поможет. Первое. Работа со своими эмоциями. Потому что на страхе, на тревоге вы далеко не уедете, вы должны себе помогать. И есть отличная техника эмоциональной свободы, которую, если бы я тогда знала, наверное, бы я помогла себе лучше. Оставлю ссылку на видео психологи, кризисные, есть кризисные психологи, которые непосредственно на этом специализируются. Я дам ссылку на полезные видео. То есть работа с эмоциями, работа со страхами. Это техника эмоциональной свободы, это простукивание. Ну, фактически, в чём суть? В том, что вы проговариваете, признаёте, вы осознаёте эти эмоции, именно конкретно, что вы сейчас чувствуете. И вы их даёте право им быть, выпускаете, проговариваете, простукиваете, то есть есть там эта техника, и постепенно-постепенно вы высвобождаетесь. Ну, конечно, пока не наступит штиль, вы полностью не проработаете это всё, но вы должны понимать, что... Ну, в общем, помогать себе должны так, насколько это возможно. Далее. Вы обязательно идёте на консультацию к адвокату, и не к одному. Параллельно, самостоятельно тоже изучаете все возможности в интернете, все... То есть вы, скажем так, как это называется, знаете, вот когда мы идём по какому-то пути, ищем решение для какой-то своей задачи, и весь свой энергию на это пускайте, вам мир отвечает. То есть то там какой-то человек встретился, то вы увидели в интернете какую-то нужную информацию, то... Да что угодно, хотя бы даже вот просто задавать вопросы, не бойтесь задавать вопросы, вот даже мне пишите, по мере возможности я буду всем отвечать. Далее. Адвокат, конечно, мне адвокат очень помогла, хотя в итоге, конечно... Хотя в итоге... Ну это отдельно, отдельно по судебным вот этим вещам, это надо отдельно, это не хочу прямо вот даже долго на этом останавливаться. Что ещё? Безусловно, вам нужны свидетели. В моём случае я прибегала к своим просто подругам, когда, например, он заточил даже, так скажем, у себя дома ребёнка, и не пускал вообще к матери, абсолютно вообще не пускал. Я это засвидетельствовала. То есть я взяла двух подруг, и мы пошли непосредственно вот к нему домой, и они засвидетельствовали, что он действительно не открывал дверь, действительно, ну... То есть он это всё выставлял, что ребёнок, дочка сама не хотела к маме. То есть вот за полгода, за несколько месяцев дочка сама не хотела к маме. Вот он вот так вот это всё выставлял. Вот. Но свидетелей он очень боялся. А также он очень боялся, что я записывала на телефон все разговоры. И до сих пор у меня эти все разговоры есть. У меня есть одна, значит, звукозапись. Мне удалось на диктофон записать непосредственно скандал с угрозами, с... Я выкину тебя с балкона там и так далее. То есть как это выглядело. Это выглядело, что он вместе с ребёнком меня травил. То есть вот он пришёл, и меня просто вот травил вместе с ребёнком. То есть вот такое клакерство, вот такое было. То есть вот такая у меня есть звукозапись. Потом у меня есть его переговоры, где он ещё задолго до того, как ребёнка он забрал, он говорил о своих намерениях, о том, что он будет делать всё, чтобы забрать у меня ребёнка. Что ребёнок любит отца больше, чем мать. Вот прямо вот так и говорил, что ребёнок любит отца больше, чем мать. И что отец, только отец сможет дать ребёнку то, что нужно ребёнку. Вот он прямо вот так вот и говорил. И прямо говорил, что он найдёт такую мачеху, которая заменит мать. Ну вот это всё я прошла, да, чтобы было немножко так понятно. Вот такие разговоры. Потом у меня есть несколько разговоров, значит, где ребёнок, вот редкие случаи, когда она была со мной, где она призналась, она плакала просто, что я люблю одинаково маму и папу, что я, когда нет рядом папа, я хочу быть с папой, когда нет рядом мамы, я хочу быть с мамой. Ну то есть понятно, тут не нужно быть психологом, чтобы понимать ребёнка. Вот. И вывод из этого всего, да, по прошедшему, по прошествии стольких лет, что не то, чтобы это ничего не помогло, но суд это всё слушать не захотел. Но эти записи у меня до сих пор есть, и они кое-что у меня, ну то есть я планирую это всё афишировать, потому что так, пока ребёнок у меня... Так, вроде бы надо заканчивать. Значит, ну, здесь как бы не хочу простить, из-за того, что я на свою, да, тему иду. Далее, далее. То есть, что я хочу сказать, что вы делаете всё, что от вас зависит, с юридической точки зрения, пишите заявление, всё, что можно, всё, что можно. Какой эффект это даёт? Это даёт накопительный эффект. Он действительно боится закона, то есть, вернее как, он нарушает закон, тогда, когда он знает, что он останется безнаказанным. Он боится наказания закона. Вот это вот надо понимать. И если, например, нарциссы, можно их запугать, например, оглаской, то есть некой такой, как пристыдить, то есть, чтобы, может быть... ну да, оглаской, то психопат, в принципе, такие вот многие действия, которые на нарцисса бы подействовали бы, психопат только разъяряется от этого. Но это не значит, что вы не должны это делать. Ваш страх вам будет порукой в том, что вы будете осторожными, действительно осторожными, но и в то же время бросите эту энергию на поиск решений. То есть, вы все колокола звоните. Далее. Далее. То есть, вы должны выстроить стратегии. Стратегию, наверное, вряд ли в остром состоянии получится, но должны понимать, что вам нужно уходить любой ценой, спасать себя. То есть, какие-то документальные вопросы, да, я решала. Ну и так далее. Потому что... Да, очень много, очень много. Ну, у меня в моем случае это был... Вначале мы разделили такие имущества, и в моем случае я старалась все, что можно продать для того, чтобы сменить место жительства. Я его сменила. И вполне возможно... Может быть, если бы я задержалась чуть дольше, может быть, я бы... Может быть, было бы по-другому, не знаю. Но тогда я уже была просто на такой грани, что мне нужно было, как из этого смерча, выходить для того, чтобы просто хотя бы начали начать дышать, да, потом отдохнуть, потом какие-то силы накопить на то, чтобы жить дальше. Ну, вот этот период. Ну и давайте плавно перейдем к периоду, когда уже вам удалось, да, все-таки бежать. Ведь он дальше продолжает. То есть он продолжает, да, в моем случае это была настройка ребенка вплоть до того, чтобы она не общалась со мной. То есть когда он имеет полную власть, он, конечно, творит все, что угодно. И сердце матери, естественно, разрывается от того, что я осознаю, что происходит. Потому что психологическое насилие, которое он делает с ребенком, ну, оно влияет на формирование ее личности. Когда я на самом деле узнала несколько месяцев назад, да, что это явление называется, что он психопат. Раньше я как бы не знала, да, что это именно так называется. Вот. Ну и когда я в глубину копнула и поняла, чем это грозит ребенку, такое воспитание, я забила колокола опять и начала, ну, опять-таки, я же работаю, работала и работаю с психологами, в психотерапии и в консультировании. И я завела блог и свой канал, который, вот этот канал, который раньше я использовала только для, ну, скажем так, для профессионального, ну, я человек творческий, то есть, в общем, случился в мае месяце, случился переломный момент, после которого я решила немножко сменить, скажем так, свою творческую деятельность, немножко привнести психологии. И сейчас завела новый блог, дам ссылку в описании к этому видео, где я, как бы, самопомощь, назвала я самопомощь, а основная задача была выстроить связь с ребенком, потерянную эту связь, и учить ее эмоциям. Потому что меня испугало в консультации с психологом, она мне сказала, что ты знаешь, что если вот так вот, ну, выпустить ситуацию из рук, то ребенок, а ребенку сейчас 12 лет, просто сформируется без контакта с эмоциями. Запрет на чувства он накладывает, да, ребенок не формируется, то есть не понимает, что он хочет, не понимает, что он чувствует, живет только вот в этих тисках, которые он создает. Вот, и я срочным образом сделала блог в Инстаграме, где вот по мере возможности развиваем, так скажем, эмоциональный интеллект, и параллельно я делаю посты по арт-терапии, изучаю арт-терапию, особенно на ресурс, на такие восстановительные техники, на поиск себя, потому что именно восстановлением своего «я» нужно будет заняться тогда, когда вы уйдете из этих отношений, и тогда у вас появится, вы передохнете, да, вначале, а далее будете заниматься тем самым личным ростом, только не так, как об этом учат коучи, бизнес-коучи и так далее, а именно действительно поиском своего «я», поиском своих сильных сторон, развитием своих внутренних границ, развитием своих, ну, в какой-то степени, поднятием самооценки, потому что самооценка очень сильно страдает. И наша задача, наша задача, вот, жертв, да, бывших жертв психопатов, наша задача разобраться со своим опытом, понять, откуда вообще-то нам прилетели такие отношения, потому что, ну, вот я себя раскрутила тут с детства, то есть все наши, на самом деле, ноги растут из детства, то есть я углубилась и в отношениях с родителями, как бы туда, то есть наша задача, будучи уже вдали, этот опыт переварить, перепрожить его, вынести из него какой-то урок, да, ну и в конечном счёте ресурс. Вот, поэтому, поэтому всех я заряжаю на силы вам, силы вам, стойкости и помните, что иногда нам нужно быть своим собственным героем, вот, и всех я приглашаю, значит, подписываться на мой канал, потому что я буду и дальше снимать видео более какие-то детальные, да, посмотрите, какие ссылки я дам в описании, пишите, пожалуйста, мне комментарии, вопросы задавайте, рассказывайте, пожалуйста, свои истории, потому что если будет активность на канале у меня под моими видео, то вы мне будете давать ту энергию, и я буду чувствовать, что, потому что это моя реализация, то есть я уже нахожусь на таком уровне, когда чувствую в себе необходимость, этот опыт уже как-то вот, ну вот делать из него какой-то продукт, скажем так, вот, поэтому ставьте лайки, я буду видеть ваши отзывы, и они меня будут заряжать, всё, спасибо большое, это, Продолжение следует...